Добрый день, в эфире Родинарова. Сегодня у нас в гостях Михаил Стальнухин. Начнем с общего вопроса. Как обстановка? Прямо чуть ли не цитата из «Москва слезам не верит». Ну, как там снаружи? Ну, если говорить в целом, то сейчас как раз то время, когда очень много прогнозов всевозможных. С ними выступают как какие-то ведущие экономисты эстонских банков, представители Министерства финансов и так далее и тому подобное. Я всегда в этом случае вспоминаю, что произошло в комиссии, которой я руководил 6 лет, комиссия по контролю за исполнением госбюджета. Там два раза в год приходят представители банков и Министерства финансов, ну и Банка Эстонии в том числе, и рассказывают, как они видят будущее Эстонии, экономику на ближайшие полгода. Вот. И однажды, вот к каждому такому докладу готовится небольшая брошюрка. И однажды я по оплошности взял не ту брошюрку. И слышу, что они рассказывают, а у меня перед глазами таблицы с совершенно другими цифрами. И тут до меня доходит, в чем, собственно, дело. И я начинаю понимать, что все то, что они предсказывали полгода назад, благополучно провалилось. То есть, ничто не соответствует на данный день тому, о чем они говорили полгода назад. Вот. Тесно я задал вопрос, какой смысл вот в таких слушаниях и какой смысл вот в такой вот аналитике, если мы все равно живем в абсолютно непредсказуемом мире. Ну, пожали плечами, поулыбались, работа такая, надо хоть что-то предсказать. В общем и целом, я вам должен сказать, что когда-то, когда я работал председателем Нарвского горсобрания, у меня была привычка каждый месяц определенного числа заходить, смотреть, что показывает Департамент статистики и что показывает Министерство финансов. То есть, тогда раскладка была совершенно точная. Я видел, что происходит с занятостью и безработицей, что происходит с поступлением налогов. И, исходя из этого, ну, появлялась какая-то, ну, уверенность в том, что что-то мы делаем правильно, что-то неправильно. Сейчас я это делаю реже, тем не менее, могу сказать, что если посмотреть вот по последним пяти годам, например, по той же занятости, то дно в этих пяти годах приходится как раз на эпоху коронавируса. То есть, 2020-2021 год и сейчас, в общем-то, как ни странно, в какой-то мере восстановилась занятость после коронавируса. Но здесь надо обязательно учитывать один момент. У всех экономических процессов очень длинный срок реагирования. То есть, ну вот, весной в экономической комиссии Риги Когу было такое совещание, на которое пригласили людей, которые возглавляют некоторые отрасли экономики. Были представители туризма, были представители химической промысленности и были представители лесообработки. Вот, и лесники, назовем их так, говорили о том, что после введения санкций и после того, как обрубятся поставки древесины из России окончательно, они теряют порядка 30-40% древесины, с которой работали, а заменить ее по той же цене неоткуда. То есть, в буквальном смысле, по такой цене ее нигде купить нельзя. Вроде бы есть Финляндия с большой вырубкой, у них своя промышленность. У них своя промышленность, тоже эта древесина нужна. Химик, говорили в основном о стоимости газа. Как выяснилось, без газа ничего сделать нельзя, ну, почти ничего. Вот, а представители туристической области, ну, их уже, чуть не сказал плохое слово, но... Не надо. Их последние годы так приучили к тому, что с ними можно делать все, что угодно, не спрашивая их мнения. Они просто констатируют факт. Сколько будет закрываться, как будут меняться цены и так далее и тому подобное. Так вот, глядя в таблицы, я не вижу особого влияния. Посмотрел Мятьсатович, то есть, например, то есть, то, что касается леса, пока каких-то сильных изменений нет. И хотя проходило в прессе сообщение, что там порядка 20% предприятий уже закрыто в этой отрасли или дышат наладанно, пока этих изменений нет. Так вот, это то, с чего я начал. У экономических процессов очень долгий инерционный путь. Умные люди, болеющие за свое производство, они сырьем закупаются по самое не могу. И ни для кого не секрет, что в сентябре Эстония вошла в пятерку стран Евросоюза, которые нарастили импорт из России. То есть, в феврале, в конце и в марте он упал в результате всяких лозунгов, всяких там санкций. Вот, а потом потихоньку, потихоньку. И я, естественно, задал этот вопрос на позапрошлой неделе. Премьер-министру Кая Каллас, а как вы объясните вот такой вот процесс? Нормальный человек бы ответил, что человек, который болеет душой за свое производство и хочет сохранить рабочие места, он принимает меры, конечно, к тому, чтобы это производство сохранило возможность работы. Кая Каллас мне ответила, что это бессовестные люди, которые, пользуясь случаем, нарушают какие-то установления и все. Ну, в общем, в своем стиле. Ну, к этому можно добавить, что то, что склады забиты были летом, это естественный процесс для предпринимателя. Сейчас это, по сути дела, перекрывается высокой стоимостью коммунальных расходов. Да, и в экономике вот всегда наблюдается параллельно два процесса. Они состоят в том, что то, что вам кажется ухудшением, это вовсе не ухудшение, например, для правительства. Для них это манна небесная. Ну, простой пример, да, возьмем человека со средней зарплаты. Вот он платил коммунальные, выплатил кредит, лизинг, отложил деньги на отпуск и потратил, предположим, 600 евро. Это чисто модель. Потратил 600 евро на продукты питания. То, в общем-то, не так уж и много. Из этих денег 100 евро он сразу положил в карман государства. Это налог с оборота. Это то, без чего никак обойтись нельзя. Налог с оборота. Начинается инфляция. Эстония, как вам известно, бьет все рекорды. 25% инфляции такого не было никогда. Это я вам совершенно точно говорю. Вот. И это значит, что вместо... При той же продуктовой корзине человеку приходится тратить на четверть больше денег. То есть 750 евро. Но вместе с этим государство видит, как в его карман падает уже не 100 евро, а 125. Потому что никаких льгот, скажем, льготного налогообложения продуктов первой необходимости у нас нет. И парламент своим большинством успешно всегда инициативы, связанные с тем, чтобы их снять, понизить, извиняюсь, всегда отвергает. И в результате получается, что, приходя в магазин, я вижу растущие цены. Иногда это просто. Это не 25%. Иногда это, в общем-то, и 50, и 100%. Правительство радостно докладает обществу, что у него повысились поступления в государственную казну. А значит, с точки зрения государства все в порядке. Вот. И вот такие вот процессы, они происходят постоянно. И человеку, не связывающим, их между собой не связывающим, их очень трудно понять. Ну, как же так? Здесь плохо, здесь хорошо. Как же такое может быть? Вот этим характеризуется вот ситуация сейчас в Эстонии. И здесь есть еще один момент, о котором нельзя никогда забывать. Вы знаете, что такое сипуку? В общих чертах. Напомните. Ну, по-русски почему-то это называют харакири, хотя для японцев это сипуку. Это обряд, при котором самурай становится на колени. Он весь красивый, в белых одеждах. Достает нож специальный. Для этого специальный нож. И взрезает себе живот. Это и есть харакири. При этом есть один очень существенный момент у всей этой процедуры. Рядом, в обязательном порядке, должен стоять друг или слуга. Причем у него катана в руках, то есть самурайский меч. Добить? Да. В тот момент, когда самурай взрезал себе живот, сделал себе харакири, вот этот его товарищ с катаной, он должен в тот момент, когда он начнет клониться вперед, должен отрубить ему голову. Причем высшим шиком считается не отрубать ее так, она безобразно потом покатится, и это неэстетично, так некрасиво. А голова должна повиснуть вот на полоске кожи. И к чему вы это? К тому, что это и есть наша модель в плане предсказания последствий нашей экономики. То есть мы, может, уже встали на колени и уже решили взрезать себе пузо, но еще думаем, еще молимся. А вот рядом стоит товарищ с мечом. Это Брюссель. И он в любой момент может им махнуть и голову к чертовой матери просто отрубить. Вот. То есть это совершенно непредсказуемо, что там придумают, и что у нас моментально будет на ура принято. Это вот, ну, возьмите, например, вот модель зеленой экономики. У тебя нормальное хозяйство, у тебя есть сланец, у тебя есть электростанции. Причем в сравнительно недавнее время ты даже умудрился вложить туда миллиарды и несколько блоков привести в порядок, что-то построить и все такое прочее. И вдруг приходит, образно говоря, коллективная Грета Тумберг и начинает голосить, что это все очень нехорошо, и давайте-ка, ребята, завязывайте с этим делом. И мы дружно начинаем переходить на зеленую энергетику, не думая о том, что с солнцем у нас проблемы, и с ветром бывают проблемы, и нас убеждают, а вот если вот эти платформы вынести куда-нибудь в море, там-то всегда ветер бывает, вот мы там... А вы представляете разницу стоимости в строительстве платформ, на которых стоят вот эти вот ветряки, по сравнению с тем, чтобы строить их на нормальной плите на земле? И во что выльется это электричество? И придет оно в производство, а потом в виде продуктов придет в наши магазины? То есть вот это у нас крайне такой непредсказуемый элемент нашей жизни. Мы никогда не знаем, кто заведется на какую тему. Ну это понятно. Я хотел заодно спросить. Людей всегда интересует. Надо самим как-то что-то делать? А вот в плане государства или, скажем, муниципальных каких-то структур? В плане муниципальных структур здесь по большому счету есть возможности. Мы их успешно применяли в нулевые годы. В общем, была слаженная команда и пользовались услугами хороших специалистов для консультирования. И, в общем, несколько программ по поддержке малого-среднего предпринимательства было принято. И прекрасно видели перспективы промпарков. И именно тогда этим занимались. И то, что у нас есть промпарк, это результат работы тогдашней власти. Вот, ну, я бы здесь процитировал Антуана де Сент-Экзюпери. Мы в ответе за тех, кого приручаем. И в первую очередь, ну, городская власть должна заботиться о тех, кто находится на городском бюджете. Это, в частности, учителя, это воспитатели в детских садах, это тренеры спортивной школы. Да, государство помогает, да, государство оплачивает часть расходов. Но это то, чем вы руководите. У вас в этой сфере работает несколько тысяч человек. Это очень большая часть работающих в вашем самоуправлении. Их налоги так или иначе потом отражаются в городском бюджете. То есть, кого-то сократив, вы в результате получаете расходы по сокращению. Вы не приобретаете ничего от того, что человек становится на учет в той тукаса и все такое прочее. Подумайте немного, приложите немного усилий для того, чтобы сохранить рабочие места. Если вы не можете их создать, то хотя бы сохраните. К сожалению, по-моему, сейчас вот это направление полностью отсутствует. Это трудно объяснить, но иногда люди не видят связи между, например, количеством работающих, их средней зарплатой и возможностями городского бюджета. А она есть. Это знаете, это в 97 или 98 году я организовывал здесь, именно организационной стороной занимался. В Нарве проходила конференция по энергетике, на которую приехал тогдашний кумир эстонских экономистов, швед Букрак. Он стоял у истоков создания эстонской валюты, работал с Банком Эстонии и все такое прочее. И вот столь высокая личность посетила наш город. Вот эта конференция, она проходила здесь, рядом с вашей студией, в Нарском замке. И когда Букрак закончился с официальной частью, мы с третьего этажа спустились на второй. Арендатор тогдашнего ресторана Рандель, с ним была договоренность, что вот он накроет стол и все будет в порядке. И вот люди сели за стол, и тут несколько девушек, официантки, стали заносить тарелки. И у каждого под носом оказалась вареная картофелина в мундире, и, знаете, полосками нарезанный огурец, и такая полосочка рядом лежит. И зашел Март, он известный юморист, он такой, кто его знает. Бывший директор, собственник этого ресторана. Да, он так юморной был товарищ в те годы. Он зашел и сказал, вот когда независимости добивались, были готовы жрать ложку с кожурой или картофельную кожуру. Вот, ребята, вот вам, пожалуйста. Вот, значит, некоторого оторопия, я поразился в выдержке Букрага, который взял вилку и нож и стал резать эту картофелину на ломтики. Ну и тут после этого, значит, понесли там какие-то закуски горячие. То есть это была шутка. Но шутка очень близкая к жизни. Так вот, Букрага на той конференции, когда уже неофициальная такая обстановка, и мы сидели на втором этаже, кто-то из наших предпринимателей спросил, на что похожа эстонская экономика. Вот как модель. Как бы вы ее представили? И Букраг, который в Эстонии уже к тому времени проработал, ну, по меньшей мере, 7 лет, он сказал, она похожа на шмеля. Все решили, что переводчик ошибся, что это такое, что значит. И просили уточнить, и он объяснил. Вот по законам физики шмель летать не должен. То есть его крылья и масса тела, все аэродинамические его особенности говорят однозначно. Это животное летать не надо, а он летает. И он сказал, вот ваша эстонская экономика, это вот такой вот шмель, летать не должен, но каким-то образом все-таки держится. И сейчас понятно, почему он не видел причин, по которым эстонский шмель летает. Это огромное количество таких людей, которых, ну, в России называют самозанятые. То есть это люди, которые находят свой бизнес, какой-то свой уголок. Ну, я напомню, что когда-то у нас не было вот такой железной стены между двумя государствами. И многие люди просто и на этом зарабатывали, и как-то выживали. И возможности прокормить семью были гораздо более высшие за пределами в Нарве, независимо от того, есть там рядом границы или нету ее. Вот. Сейчас как-то все устаканилось, абсолютно такое живущее по уставу государство. И у нас вот эта возможность пропала с течением времени. Ну, ничего не поделаешь. Может быть, это к лучшему. Во всяком случае, это представляет как движение к лучшему. А учитывая, что на носу у нас зима, начало ноября, мы еще, наверное, столкнемся с вопросами, которые нам нужно решать для выживания. Дело в том, что вот для того, чтобы делать какие-то прогнозы, вам нужны исходные данные. Это как мой любимый блогер в России говорит, ну, что вы мне задаете такие вопросы. Я же не президент, мне же разведсводки не приносят. Я вот тех деталей, за которые надо вроде бы цепляться, из них исходить, я их просто не знаю. Мы можем сказать то же самое. Я вот вначале говорил, да, про показатель, который дает департамент статистики. Вот сейчас у нас уже начало ноября, а данные есть только за первые два квартала этого года. То есть мы понятия не имеем, по сути дела, а что, собственно, происходило в третьем квартале. Значит, раньше всегда была такая периодичность, что в двух кварталах показатели понижались, это первый и третий, а в двух кварталах они росли, это второй и четвертый. Во втором, понятно, там подготовка к зиме, подготовка к лету, извините, и там увеличивается занятость, увеличивается поступление в бюджет и все такое прочее. То есть все показатели как бы идут вверх. В четвертом квартале в конце декабря массовая выплата рождественских премий, там какие-то бонусы и все такое. И это тоже влияло вот как бы вот на эту обстановку и не особо существенно влияло негативно на занятость. Два раза в году подъем, два раза понижение, но суммарно какое-то повышение. Чего нам ждать в этом году абсолютно непонятно. Вы посмотрите, что происходит с тем же самым жидким газом. Когда обсуждалось в Риге Когу, это было еще весной, строительство вот этого терминала для ЛНГ. СПГ. СПГ по-русски, да. Значит, я спрашивал у коллег, в то время среди этих коллег были еще министры. Ребята, а вы делали анализ, какое количество танкеров, работающих под СПГ, вообще есть в мире? Какое из них на европейских направлениях? Сколько из них можно арендовать? Вот сейчас вырастет спрос, а там цена зависит именно от спроса. То есть там шесть танкеров стоят у берегов Испании, ждут разгрузки и не особо печалятся из-за того, что они там проводят время. Потому что они знают, что вот они, благодаря их простою, в целом стоимость аренды тех же самых судов, она вырастет. И это все окупится. Вы знаете, сколько их необходимо, чтобы снабдить, обеспечить нужды, например, того же Востока, Кореи и все, что в той части света. Откуда это возьмется? Вы же видели, как совершенно буквально на днях произошло недопустимое, с моей точки зрения, событие, когда танкеры, которые направлялись в Европу, поменяли курс посреди океана и уплыли в Азию, потому что там цены оказались выше. Вы вообще представляете, вот как, насколько это все сложно? Какие объемы должны быть обеспечены для такого терминала, чтобы он окупался? А нам надо столько. Ведь понятно, что не надо. Не собираемся становиться каким-то газовым хабом. Ну, хаб это место, куда вот какой-то товар, например, газ закачивается и оттуда уже продается дальше. Это же в плане экономики, это полное, ну, опять чуть не проговорился. Вот, но все прекрасно поняли, о чем я говорю. Нет, ничего этого не делалось. Просто это красивая идея. Мы построим себе терминал и ни от кого не будем зависеть. Оно красиво просто с точки зрения политической рекламы. И тогда никаких денег не жалко. А все кончается вот таким скандалом, который полыхает сейчас. Где-то в апреле месяце стали бить тревогу уже по поводу инфляции. А инфляция, она всем видна именно в продуктовых магазинах. Вот приходишь, смотришь на цену масла и веришь своим глазам, например. И бывший министр сельской жизни, то есть когда-то это называлось министр сельского хозяйства и было министерство сельского хозяйства в Эстонии. А сейчас оно называется министерство сельской жизни и у нас министр сельской жизни. Я ему говорю, вот эти вот санкции ввели с запретом на покупку удобрений в России. А вы в курсе, что американцы вот эти вот удобрения вынесли из своих санкций, то есть они совершенно спокойно, вот вы отказались от их покупки, будете покупать откуда из Азербайджана и Турции. Ну, Азербайджан на своем газе делает эти удобрения, а Турция это все равно на российском. То есть вы будете покупать практически то же самое, только по двойной-тройной цене. Пора создавать комиссию, которая будет именно следить, отслеживать стоимость и решать вопросы, связанные с понижением цены на продукты питания именно в наших магазинах в Эстонии. Ой, да перестань, да мы пол Европы накормить можем, у нас такие мощности, мы вот там вот только вот размахнемся, так прямо свининой всех завалим, хлебом и всем прочим. Вы предлагаете создать антикризисную комиссию? Ну, буквально. Я конкретно им предлагал поработать над темой удобрений, то есть зачем надо присоединяться к таким санкциям, которые подрывают возможность твоего производителя что-то производить? Ну, зачем? Ну, почему? Ну, редкость, конечно, большая, но есть человек по имени Виктор Орбан, который в гробу видал все ваши инициативы дурные. У него есть страна по населению, кстати, не очень-то и большая, но при этом маленькая, но гордая птичка, и он продолжает строить атомную электростанцию, потому что она нужна реально Венгрии. Она нужна. Ее строит Россия. Ему плевать на все ваши эти самые запреты, санкции, он будет делать то, что полезно его стране. Это то, что делают, например, американцы. То есть не слушай, что американцы говорят, смотри, что они делают. Почему мы-то строим, идем, как лемминги, вот эти вот, это, правда, миф о леммингах, что они там кончают жизнь самоубийством, но история всем знакомая, всем привычная, вот мы, как лемминги, там, пытаемся утопиться. В этом смысле вы не одиноки в этом мнении? Оппозиционная партия Экры полностью с вами совпадает в этом вопросе? Экры, они евроскептики. В этом плане я разделяю их видение, потому что европейские вот эти все органы, они выродились по что-то, в какую-то... Знаете, это больше всего похоже на монархию. То есть их никто не выбирает. Они отбирают каким-то образом, высматривают людей, которые для них подходят, для работы там. То есть никого такого, кто внесет сумятицу в их стройные ряды, они все равно к себе не возьмут. У них там прекрасная компания. На прекрасных зарплатах, с прекрасным социальным обеспечением. Подсадили на эту иглу Европарламент, который по поводу и без повода только и делает, что в их поддержку там выступает. В общем, у нас вот с этим вот проблема. Неподконтрольный народу, ладно, даже те, кого выбрали неподконтрольный народу, это я сейчас про Нарву подумал, да? Вот. А что говорить о чиновничьем классе, который уже стал напоминать монархию, которая сама для себя отбирает подходящих людей? Не тех, кого выбрали. С выборами тоже не все в порядке, в общем-то, но хоть какой-то шанс есть. Там этого шанса нет. Все как-то все грустно, но наши слушатели, которые могут, единственное, чтобы пойти проголосовать или не проголосовать для себя. Нет, мы не про выборы говорим. Я понимаю, я говорю о том, что все равно как-то надо выживать в этой ситуации. Я могу вам оптимизма добавить. Добавьте, очень хочется. Дело в том, что вот не буду называть страны какие-то, да, когда вводят санкции, ну возьмем, например, Иран. Все, кто не специалист, если им огласить, какие вводятся санкции, а санкция, например, на нефть, это означает, что у Ирана связаны руки в получении валюты. Это значит, что он не сможет ничего купить, да ему и не продадут ни лекарства, ни нужное продовольствие, ни косметику, там, ну, все что угодно можно пустить под санкции. И после этого остается вроде как только посмотреть, как, завернувшись в белую тряпку, поползет на кладбище, да, а не получается так. А оказывается, у всех стран есть особая какая-то сила, способность к выживанию, и то, что 20 человек из 100 не могут справиться с ситуацией, вытягивают остальные 80. Вот эта вот устойчивость к таким стрессовым экономическим ситуациям, она свойственна абсолютному большинству стран. И вот эта вот выживаемость, она пока что спасает мир, потому что, да, вот откроется в этом году 5000 предприятий, из них через год останется только 500. Вот эти 500 и возьмут на свои плечи, а там новые 5000 будут открываться для того, чтобы 4500 после этого сдохли. Так что это и хорошо, и как всегда в жизни. Ваш позитив, что говорит о том, что безвыходных положений не бывает. Посмотрите на мир, посмотрите, как у других. Даже когда положение безвыходное, оно все равно, как бы, это не лодка, которую бросают по волнам, все равно какой-то ягарь есть. Значит, очень трудно понять, почему Эстония не пользуется своими возможностями в плане фосфоритов. Потом, возможно, я для многих открою секрет, у нас довольно серьезные запасы редкоземельных металлов. Проблема вся в том, что они идут в связке с фосфоритами. Если вы собрались добывать в Эстонии редкоземельные металлы, то для этого надо будет фосфорит запустить. Ни один политик, который еще помнит 80-е годы, а для более молодых слушателей я просто расскажу, что в 80-е годы были планы добычи фосфоритов, которых в Эстонии серьезные запасы. И тогдашние Греты Тунберги, значит, нет, это нарушит нашу жизненную среду, это нанесет большой ущерб подземным водам, испоганит пейзаж, короче говоря. И как-то эта тема вот под этим знанием борьбы с разработкой фосфоритов, в общем-то, мы приблизились, например, к поющей революции. Но перспективы, вот такие, связанные с ресурсами, они есть. Ну, с другой стороны, всегда можно организовать каких-то людей, протестовать это дело. Если у вас есть производители редкоземельных металлов, которые крайне нужны, и вдруг они узнают, что в какой-то точке земного шара собрались разрабатывать, и они могут забрать там себе 5% рынка, 10%, это серьезно. Вот, они всегда найдут способ, как от вас избавиться. Могу рассказать одну историю замечательную. Помните, как, значит, появились планы прокладки Нордстрима? Ну, первый Нордстрим. Вот, и первоначально газопровод должен был проходить по шельфу Эстонии. Вот, это объясняется чисто экономическими причинами. Во-первых, по шельфу на вот этой средней глубине оно как-то и проще, и обслуживание легче. И сразу начали считать, что вот 2000 рабочих мест, потому что там постоянно нужен какой-то надзор. То есть, обычно там, где проходит газопровод, где-то на прилегающей ближайшей территории, если это морской газопровод, находится в каком-нибудь порту, несколько предприятий, потому что его, все проблемы, связанные с этим газопроводом, должны решаться мгновенно. Ну, во всяком случае, тогда звучала такая цифра. 2000 рабочих мест, возможность отбора газа. То есть, нам, кто не знает, мы газ получаем из Латвии. Ну, до недавнего времени, потому что, или даже из Литвы. Ну, это в данном случае, для примера, непринципиально, да. А тут напрямую. Плюс, денежка будет капать за транзит. Раз газопровод проходит по вашей территории, пусть это даже морской шельф, это все равно оплата, в общем, приятная. Ничего не делаешь, а денежки идут. И вдруг произошло что-то наподобие такого вдруг взрыва. Вдруг в парламенте Эстонии, насколько я помню, я сам тогда депутатом не был, я в Нарве работал, но там, по-моему, тогда была партия зеленых, которая вдруг завелась на тему, что это ужасно, это кошмар просто для экологии и не должны допустить. Как только кто-то вот так вот начинает вопить, тут же находится кто-то рядом, кто думает, а смотрите, а ведь они за природу Эстонии вступаются, а мы чего, рыжие что ли? Они на этом плюсы заработают, а мы, значит, будем в роли губителей. И тут же все остальные присоединились. Для истории осталась цитата из Яка Абиксо, который, напомню, был когда-то министром образования, который заявил, чем опасен газопровод. А вдруг он взорвется на всю свою длину, вы представляете, там 1200 километров, сплошной взрыв, уничтожившийся на свете. Я был где-то в утолении, но там многие показывали лицо Ансипа, который по специальности химик и понимает, что такое взрыв, как он может произойти в замкнутом пространстве, где нет кислорода. То есть это нонсенс. Но Абиксо, он не химик, он, по-моему, астрофизик, он не обязан такие вещи знать. Ну, в общем, вот устроили вот такую ерунду. Причем она была поддержана и Швеции, и Финляндии, которые сказали, давайте, давайте, ребята, мы им тоже не дадим никакого шельфа и все такое прочее. То есть давайте мы покажем России, как тут газопроводы свои разбрасывать по Балтийскому морю. И как только эстонский парламент принял решение о том, что все, мы не хотим газопровода, до свидания. Тут же финны, я помню, там был просто потрясающе короткий срок, неделя или две, тут же финны и шведы выдали разрешение на его строительство. Это как бы подход к самой истории. А история сама в том, что я в то время довольно часто, вот мы же с Кировским районом Петербурга побратимы, и регулярно я бывал в Петербурге, встречался с коллегами, ходил по их школам. Вот, и там как-то встретился с одним своим товарищем, с которым был знаком к тому времени уже больше 10 лет, а он всегда занимал какие-то такие должности. И, скажем так, вот в плане как начальства он невысокий, но в плане информированности, ну просто супер. Человек знает все. Ну и как-то зашло вот про Нордстрим, вот этот вот разговор, я смотрю, он заухмылялся. Я говорю, так, выкладывай, что ты знаешь по этому поводу. И он мне рассказал версию, озвучил, значит, по которой люди, серьезные люди в Газпроме задумались на тему того, что ждет их в будущем, если газопровод пройдет по территории Эстонии. Ведь это постоянные скандалы, это постоянные разборки, это постоянная угроза того, что на своей территории они вдруг возьмут и чего-нибудь обрубят, там угрозы шантажа и так далее. Но вот если вот это начать объяснять акционерам, а я напомню, что акционерами этого дела были в основном крупные немецкие фирмы, они не поймут. Они этого просто не поймут. Ну и тогда была выработана такая схема, значит, через третьих лиц предложили зеленым Финляндии и Швеции, а вы встретитесь со своими эстонскими коллегами, закиньте им такую информацию, что вот давайте Россию утопим с этим газопроводом. Все будем против и не пустим их в Балтийское море. И так и произошло. Наши зеленые поехали туда, там с ними договорились, что давайте бойкотировать этот газопровод, никуда его не пустим. И это все нужно было для того, чтобы парламент Эстонии принял вот это вот, не помню, это было решение или заявление о недопущении строительства Нордстрима на эстонском шельфе. И после этого, ну как, все рабочие места, весь отбор газа, все это от Эстонии плавно перешло к Финляндии и Швеции, которые в то время были абсолютно предсказуемы, по крайней мере, довольно независимы в своей экономике. Сейчас-то другое дело, сейчас по-другому выглядит. А тогда это... Вот теперь акционерам не надо объяснять, почему удлинился там на столько-то километров газопровод, почему строительство стало дороже, так они сами отказались. Вот так вот это происходит. К сожалению, мы об этом узнаем годами позже. Ну, вот я не злой, у меня просто память хорошая. Но я вспоминаю одиннадцатый год, и был такой, может, кто-то помнит, начальник полиции Эстонии Роберт Антропов. И к тому времени он уже был один срок депутатом Риги Когу, он избирался по Ида Вирума, и он приехал с реформистом. Он приехал в Силамяя на местное телевидение. Уважаемый местный человек, который работал в порту, и у которого был зуб реформистов, потому что перекрыли вот это вот строительство, а Силамяйский порт от этого явно получал бы выгоду. Серьезно. И он его спрашивает, а чего это вы набарагозили с этим, с Нордстримом-то? Вы же нанесли ущерб стране. Как можно исходить из политических лозунгов, когда речь идет о деньгах? И Роберт Антропов, я видел эту передачу, радостно воскликнул. Да ладно, ну, произошла опложка, но скоро Европе понадобится второй газопровод. И уж этот-то газопровод мы никому не отдадим. Я уверен в точности этой цитаты. Это вот реформист в 2011 году таким вот образом разъяснял политику партии. Тот мы запретили, а этот мы заберем себе. Все понятно. Хотя вторая ветка, как правило, укладывается рядом с первой, там, где уже все разведано, где с дном все понятно, с технологиями и так далее. Вот. Ну, не знаю. Я надеюсь, я хоть немножко там настроение, градус немножко поднял. Я не озвучил самый черный сценарий. Не надо. Который возможен. И он включает в себя еще 100 тысяч беженцев с Украины. И с учетом того, какие расходы производятся в связи с этим, ну, ладно, сегодня не будем. Ну, а нас в Нарвии все равно живут свои бытовые проблемы, бытовые сложности, с которыми мы тоже все боремся, работаем, делаем запасы. Вы, кстати, запасы делаете на зиму? Это бессмысленно. Это, ну, как бы вам объяснить, никакие запасы не бывают бесконечные. Есть у меня пара историй на эту тему. Не то настроение, чтобы вот это вспоминать, потому что это было в то время, когда оказалось, что худшего мы не переживали. Я имею в виду конец 80-х, когда, помните, все по талонам было, люди все скупали и запасались, потом не знали, что с этим совсем делать. Сейчас ситуация совершенно другая. Сейчас ситуация упирается даже не в то, что, ну, на мой взгляд, естественно, что мы будем есть. В конце концов, я не вижу вокруг себя людей, которые из-за отсутствия какого-то сыра, брили какой-нибудь испанской ветчины, значит, будут страдать так, что прямо умирать с горя будут. Мы привычные не к такому. Меня больше пугает возможность энергетических сбоев. Ну, главное благо цивилизации, благодаря которому мы вообще можем жить вот так скучно, как в Европе живем, это вода и канализация, проточная вода и канализация. Если что-то начнет происходить с электроэнергией, и если это начнет происходить посреди зимы, и если, не дай бог, хотя бы на один день при минусовой температуре отключится вода и канализация, я предпочитаю об этом просто не думать. Это самое черное и страшное. Все остальное можно пережить и как-то выпутаться из превращения какой-то нормальной жизни в полевой лагерь Готов, Франков, там, ну, уровень эпоха... Средневековья. Сезаря, даже раньше. Вот это будет пережить очень трудно. Ну, будем надеяться, что мы переживем эти трудные времена. Конечно, переживем. В конечном итоге, получается, есть такая КВН-овская шутка. В рамках прилития, Михаил. Да, ну, КВН, центральное телевидение, год где-то 96-й, и выступает команда, по-моему, это уже сборная была, Кривой Рок, Днепропетров... Как там, Кривой Рок, Транзит, как-то так она называлась. И там вот они шутят, 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 шутят. Потом один из них говорит, ребята, я и бог не понимаю. Что ты не понимаешь? Как из таких балбесов, как мы, получается такой мудрый народ, как наш? То есть есть исторические процессы, которые, слава богу, ни от человека какого-то отдельного, ни от какой-то группы, ни от партии, даже от правительства, они не зависят. И это, в том числе, это выживаемость того или иного общества в любых обстоятельствах. Как говорится, лишь бы не было войны. Все остальное переживем. Спасибо большое. И вам спасибо. Желаю удачи. Всего хорошего. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok